Уважаемые коллеги, важнейший вопрос рассматриваем и рассматривая проект закона, фракция КПРФ отмечает, что дополнительные доходы в объеме 1,2 трлн рублей, они гарантированы, несмотря на риски достижения прироста ВВП, порядка 2% в 2017 году, как было здесь уже сказано, имеются, мы материалы счетной палаты внимательно изучили, материалы комитета, кстати, хорошо подготовленные с анализом, также это подтверждают. Существенные резервы имеются, 99 видов доходов не учтены в расчетах дополнительных доходов, а по 23 источникам учтены показатели на уровень уже достигнутых за прошедшие 4 месяца. Резерв действительно большой, но одновременно мы удивляемся, почему снижается собираемость налогов против достигнутого, если мы уверены сейчас говорим, что налогоадминистрирование в стране действительно улучшилось значительно. Есть большие резервы в таможенной сфере, но есть большие резервы и в политической, социально-экономической сфере. Фракция КПРФ неоднократно с этой трибуны в этом зале говорила о необходимости существенного увеличения доходной части бюджета, предлагая свои меры в рамках нашей партийной программы «10 шагов к достойной жизни». Прогрессивное налогообложение, государственное монополие на спиртоводочную продукцию и многие другие меры, которые вот эти 10 пунктов написаны, они на порядок, по сути дела, увеличивают до 25 триллионов рублей те самые доходы, вместо собираемых сегодня порядка 13. Вот эти меры нужно принимать, и надежда определенно есть, потому что Андрей Михайлович, наш уважаемый представитель комитета, выступая, сказал, что мы окончательно убедились в том, что сегодня экономическая, социальная политика, либеральная, которая до сих пор в стране реализовывалась, она себя исчерпала, нужно искать другие подходы. Давайте вот вместе как раз в этом плане искать. Но если говорить о расходной части, то здесь есть принципиальные позиции фракции КПРФ. Первое. Было отмечено, что 20 миллионов человек живут в сфере на уровне нищеты, бедности абсолютной. И даже работающее население, которое имеет заработную плату ниже прожительственного минимума, практически работающий человек находится и является нищим. Это нетерпимо. Продолжение вот той самой системы расходования бюджета, которая сегодня предлагается в данном законопроекте, оно просто приумножает все эти подходы. Нищих станет больше, а это говорит о том, что мы расходную часть действительно должны пересмотреть, вместо того, чтобы отправлять их в резервы, покупать валюту, поддерживать другие страны, которые контролируют эти валютные системы. Но и действительно от этого страна лучше становится не будет. Поэтому наше предложение фракции стоит в том, что вместо того, чтобы откладывать в резервы, нужно увеличить расходную часть бюджета не 362 миллиарда, как сейчас предусмотрено законопроектом, а где-то до уровня хотя бы 50-60% той самой дополнительной доходной части, которая предполагается законом получить. То есть где-то 650-700 миллиардов рублей подлежат текущему распределению с тем, чтобы в следующем году у нас был бы оптимистический взгляд на то, чтобы нищих становится меньше, что реальное производство будет поддержано как промышленности, так и в сельском хозяйстве. А в сельском хозяйстве это еще более важно, потому что там деревня как раз живет вокруг производства сельскохозяйственного. И наше предложение как раз это сегодня нужно реализовывать. Но одновременно, когда мы говорим о расходной части, хотел бы на две части делить. Первое. Как эффективно выполняются те самые правительственные решения, решения указа президента, которые, собственно, обеспечивают нормирование этой расходной части. Ну, простой пример. Вы все помните, уже три года мы говорим о том, чтобы здравоохранение нужно поддерживать, а мы сейчас помогаем, 1,8 миллиарда рублей выделяем, а есть в конкретной объекте. Федеральное государственное учреждение, онкологический детский научный центр имени Блохина. Ну, сколько раз мы с вами говорили. Геннадий Андреевич Зюганов был у президента. Путин распорядился, чтобы помочь этому центру. Дальше. Государственная дума приняла постановление по этому вопросу, что нужно правительству решить в этом году. Дальше. Были даны указания правительству подготовить, а что же действительно, вот переоценка оборудования технологического, сколько это стоит, и найти вот эту разницу. Медведев здесь выступал на отчете правительства в апреле месяце, торжественно вот с этого места обещал. При дополнительном рассмотрении бюджет обязательно расходил. Все остается на месте, и сегодня никаких, так сказать, гарантий нет в это время. Десятки, сотни, а может быть тысячи детей, маленьких детей, умирают от этого онкологического заболевания. Побывайте вот в больницах, действительно, посмотрите. Притом не только Блохина, но и районных больницах. Сегодня вот ветеран заболел, ему нужно за счет специализации в другой район выезжать к хирургу. Так только транспортные расходы там стоят порядка 800-900 рублей туда-обратно. Каким образом он будет получать эти услуги здравоохранения, никуда не понятно. То же самое время и в сельском хозяйстве. Ну что мы сегодня не можем прибавить, действительно. Хорошо, что здесь руководство Государственной Думы заботится, и сейчас говорят, что будут решаться вопросы действительно насчет сельхозвузов, дальше насчет адресной поддержки, вот, не связанной по килограмму молока, по, вернее, по литру молока, по гектару пашни, все это хорошо. Но сельхозтехнику тоже нужно дальше развивать, и здесь действительно нужно пересмотреть. И дополнительно, и те самые, вот, о чем Владимир Васькашин говорил, 87 миллиардов, которые не додаются, их нужно додавать. Что нафиг откалывать в резерв? Если мы сегодня имеем оптимистический взгляд, 2% мы даем, гарантируем. Давайте мы выйдем на среднемировые, даже выше среднемировых, как указывало нам, собственно, во всех наших решениях по стране. Поэтому мы предлагаем и реновацию жилищную рассматривать надо не только по Москве. Геннадий Ильич уже дважды выступал и говорил, что, и сегодня Кашин тоже подтвердил, миллион с лишним в семье живет в аварийном жилье, а 6 тысяч переселяется, 250 лет, как мы все это будем делать? Ну и, наконец, проблема действительно такая, что с бедностью нужно решать за счет того, чтобы увеличить заработную плату. А зарплата увеличивается, вот, в проекте, на 0,9% он зарплаты. Каким же мы можем решать? Прошу поддержать. Мы голосовать за этот бюджет не будем. Редактор субтитров А.Семкин